Сказки народов мира. Истории мудрой львицы. Африканские сказки. Нигерия. Жила-была львица. Грифы-антилопы, крокодилы-бегемоты, гориллы-попугаи, жирафы и слоны уважали её. И не было во всей Африке никого сильнее и мудрее этой львицы. Глубокие реки и жаркие саванны, высокие горы да влажные джунгли рассказывали ей свои истории обо всём, что видели и слышали. А она нам. Вот одна из этих историй. О том, как мышонок льва победил. Давным-давно, так давно, что никто уж и не вспомнит, когда это случилось, Жил на западе Африки один злой лев. Говорят, был он таким сильным, что мог одной своей лапищей свалить огромное дерево. А если бил хвостом, то сотрясалась земля. Все звери его боялись и старались не показываться, если лев проходил мимо их дома. В Нигерии разговаривают на множестве языков. Один из которых — йоруба. Лев на языке йоруба — кинюн. Запомнили? Кинюн. Лев, как известно, царь зверей. А если ты хочешь это сказать на языке йоруба, произнеси. Кинюн оба тьеранко. И вот однажды злой лев забрел в такое место, где жили антилопы, сине-зеленый попугай, дикобраз да мышонок, который жил в норке под землей. Такая добыча льву совсем не понравилась. Разве что антилопы, по его мнению, сгодились бы для отличного ужина. Но ведь их еще нужно было догнать. Ладно, сойдет и так. Бегать не буду. Эти на ужин сгодятся, подумал лев. Он громко зарычал и ударил хвостом по земле так, что она задрожала. «Завтра я съем одного из вас. Готовьтесь!» Испуганные звери попрятались по своим домам. И лишь только маленький мышонок высунул носик из норки. «Господин лев! Господин лев!» — пропищал он. «Чего тебе? Хочешь быть съеденным первым?» — прорычал лев. «О, да!» — ответил мышонок. «Это честь быть съеденным вами! Ведь вы такой сильный и мощный!» Льву понравилась эта похвала. «Наверное, такому великому зверю, как вы, лень самому убивать и разделывать добычу!» — продолжал мышонок. «Позвольте это сделать за вас!» «И правда!» — хмыкнул лев. «Неси мне уже готовое жаркое!» На следующее утро мышонок, набрав полную миску болотной тины, принес льву и поставил перед ним это зеленое блюдо. «Фу! Что это за гадость!» — скривил морду лев. «О, это зеленые перья нашего старого попугая!» — сказал мышонок. На языке Йоруба слово «попугай» звучит вот так. «Айе-ко-то!» «Что-то невкусно!» — пожевав, буркнул лев. «Очень жаль! Дело в том, что наш попугай был таким старым и костлявым, что едва держался на ногах!» — притворно вздохнул мышонок. На следующий день мышонок принес льву кактус на подносе. «Ну, а это что?» «О, это наш дикобраз!» — воскликнул мышонок. Откусил лев кусочек и взвыл от страшной боли. Колючка впилась ему прямо в губу. «Ну, готов быть съеденным!» Лев оскалился, показав острые клыки. «Да, господин лев!» — вздохнул мышонок. «Но есть одна проблема. Я сегодня видел другого льва, и он, мне кажется, гораздо сильнее вас. Где? Где ты его видел?» — рытнул лев. «Да там, в реке». На языке йоруба «река» звучит вот так. «Оду». Подбежал лев к реке, заглянул в воду, увидел свое отражение и, подумав, что это другой лев, зарычал. «Все, что здесь есть, это моя добыча! Убирайся!» И стал заходить все дальше и дальше в реку, чтобы достать того другого льва. Течение реки унесло его далеко-далеко от тех мест, где жил мышонок. И когда лев выбрался на берег, то едва дышал. «Никого не боятся львы, кроме того другого льва, что живет в реке». Повторяем, запоминаем. Сегодня мы познакомились с языком йоруба. Лев — кинеун, попугай на языке йоруба — айекуоту, рика на языке йоруба — оду. Сказки народов мира. Истории мудрой львицы. Африканские сказки. Нигерия. Африканские сказки. Африканские сказки. Продолжение следует...